Оборудование для приготовления шоколадных масс. Для приготовления шоколадных масс в кондитерском производстве применяются смешивающие и измельчающие машины, а для их окончательной подготовки к формованию машины для конширования и темперирования. Машины для конширования и машины для темперирования разобраны в отдельных видео лекциях. Машины для смешивания шоколадных масс. Смешивание основных компонентов шоколадной массы масла какао, тертого какао, сахарной пудры или мелкокристаллического сахарного песка обычно производится в смесительных машинах периодического действия с Z-образными лопастями. Месильные машины ХТУ, ХМУ, РМК с двумя месильными валами Z-образной формы. Корпус машины поворотный. Месильные органы расположены внутри месильного корпуса, имеют Z-образную форму и вращаются с различной скоростью навстречу друг другу. Машина ХТУ имеет корытообразный месильный корпус 5, днище которого выполнено в виде двух полуцилиндров. Торцовыми упорами 18 корпус опирается на станину. Цапфы месильных валов вращаются в подшипниках, смонтированных в приливах торцовых стенок корпуса. На обоих концах валов 6 посажены шестерни 2 и 7, сцепленные соответственно с шестернями 1 и 12, вращающимися на приводном валу 11. Месильному валу 19 движение передается от месильного вала 6 через две установленные на обеих его цапфах шестерни 4, которые получают вращение от двух шестерен 3 вала 6. Месильные валы вращаются с различной частотой. Вал 6 вращается с частотой 17-24 оборота в минуту. Передаточное отношение шестерен 3 и 4 составляет 17 к 8. На конце приводного вала 11 посажен на шпонке рабочий шкив 9 и свободно надеты холостые шкивы 8 и 10. Привод машины имеет две ременные передачи, прямую и перекрестную. Один ремень находится на рабочем шкиве, другой на холостом. Перемещением вилки 17 можно передвинуть оба ремня и таким образом, сменив ремень на рабочем шкиве, изменить направление вращения мессильных валов. Последнее требуется при разгрузке машины, а также для более интенсивного вымешивания массы. Опрокидывание мессильного корпуса осуществляется вращением винта 13. При этом гайка 14, скрепленная шарниром 15 с корпусом машины, поднимается и опрокидывает корпус относительно оси вала 6. При подъеме корпуса опора винта 13 поворачивается вокруг оси 16 и винт наклоняется в сторону опрокидывания корпуса. И масса выгружается. Корпус машины закрыт крышкой. Для безопасности работы машина снабжена автоматической электроблокировкой. При подъеме крышки привод машины выключается. Машина ХМУ также имеет два мессильных вала Z-образной формы. Опрокидывание корпуса в этой машине осуществляется с помощью электродвигателя. Машины марки РМК имеют аналогичное устройство. Опрокидывание корпуса в них осуществляется при помощи червяка и сектора, как и в машине ТМБ. Машины с двумя Z-образными мессильными валами работают более эффективно по отношению к одновальным машинам типа ТМБ. Смеситель непрерывного действия имеет корпус, состоящий из верхней 5 и нижней 11 частей. Нижняя часть корпуса крепится к станине 12. Верхняя прикреплена на петлях 13 к нижней и закрывается откидными болтами с барашковыми гайками 14. Компоненты шоколадной массы подаются дозаторами в патрубок 3. Внутри корпуса вращаются в разные стороны два параллельных вала 4 с секторными лопастями 6. Лопасти смешивают компоненты шоколадной массы и транспортируют смесь к противоположному концу смесителя. Готовая масса выходит через патрубок, сечение которого может изменяться при помощи шиберной заслонки 8 со штурвалом 9. Чем изменяется степень наполнения смесителя, а следовательно длительность и интенсивность перемешивания массы. Смеситель снабжен водяной рубашкой 10 для поддержания необходимой температуры массы. Благодаря развитой поверхности смешивающих лопастей относительно малому объему массы, а также подогреву массы в смесителе происходит равномерное смешивание компонентов. Один вал смесителя получает вращение от привода через цепную передачу 1, второй вал от первого через зубчатую передачу 2. Верхняя часть корпуса имеет смотровые люки 7. Над люками смесителя устанавливаются дозаторы для подачи необходимых компонентов. Машины для измельчения шоколадных масс. Для смешивания и измельчения шоколадных, ореховых и других кондитерских масс применяются меланжоры с вращающейся или неподвижной чашей. И главным образом волковые мельницы с 8, 5 и 3 волками. Наиболее распространены пятиволковые мельницы. Мельницы мы с вами рассмотрели в отдельной видео лекции. Меланжоры. Меланжор с вращающейся чашей представлен на слайде, так же как и их техническая характеристика. Чаша 5 имеет гранитное или металлическое дно и вращается на вертикальной оси 13. На приводном валу 2 посажен шкив ременной передачи 3. На другом конце вала закреплена коническая шестерня 1, передающая вращение шестерни 12, закрепленной на дне чаши. На осях 7 свободно вращаются гранитные катки 6. Оси катков подвешены тягами 8 к траверсе 10. Вращением штурвала 9 можно поднимать или опускать катки, изменяя зазор между ними и поверхностью дна чаши, тем самым регулируя интенсивность перемешивания и измельчения массы. Выйдя из-под катка, масса располагается на дне чаши тонким слоем. Спиральные направляющие лопасти счищают ее со дна, складывают в несколько слоев и направляют под следующий каток. Для поддержания постоянной температуры массы чаша сдобжена паровым змеевиком 4. Разгрузка чаши производится наклонным шнеком 11, забирающим массу со дна чаши и передающим ее в подкатную тележку. Меланжор закрыт кожухом с откидной крышкой. Меланжоры имеют низкую производительность и дают малоэффективное измельчение. Их производительность в килограммах в час может быть определена по формуле, представленной на экране. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.